Привет друзья, сегодня мы поедем на гарнизон на улицу Это находится на станции Дизиона, первый участок Там находится кафе у Арама Меня давно просили туда съесть Рассказать как бы про кафе, показать И продегустировать пару блюд Там есть и кавказская кухня, и бурятская кухня И еще какая-то Сейчас едем, посмотрим Что за кафе, как выглядит, я вам все покажу Привет, мы уже находимся возле кафе у Арама Находится на дивизионном, первом участке, улица дивизионная, 14 Здесь есть горячие блюда на десерты, супы, шашлык, шаурма есть Средний чек, 200 рублей Бурятская кухня, европейская кухня, кавказская даже есть кухня Шашлычный заказ Шашлычный заказ на вынос 70 мест Расчет по картам, наличный расчет без выходных, только в воскресенье Только в воскресенье работают с 11 В остальные дни работают с 9 часов А в воскресенье получается с 11 только А так вообще без выходных работает То есть, что я думаю Если кавказская кухня, и бурятская кухня, и европейская кухня Я думаю, что зря они так сделали Потому что, ну, вот, например, бурятская кухня должен быть свой повар В европейской кухне тоже свой повар В кавказской даже тоже свой повар должен быть А если вот один будет повар, то из разных, как бы, кухонь То это будет нехорошо Потому что, ну, сами как знаете, например, где я был в разных кафе И там вот полминю даже отсутствует То есть только делают на заказ, например, да Вот они пишут там, что европейская кухня, бурятская кухня А ты приходишь в кафе, например, захочешь что-то из европейской кухни заказать Потом из бурятской кухни заказать И бац, они говорят, этого блюда нет, это только на заказ Ну, только ты по телефону звонишь, заказ делаешь Тебе потом готовят его, и ты приходишь уже, отведаешь Ну, то есть это зря сделали То есть сделали бы одну полноценную кухню, например, бурятскую, да Или кавказскую полноценную И все, и один повар будет, и он будет со всем справляться Ему будет легче в сто раз И будет намного лучше, проще И меню не будет отсутствовать, да, там какого-то меню не будет Все будет нормально А видите, как они делают разные кухни Я не знаю, зачем они это делают Они хотят во всех сверх преуспеть Но в итоге у них ничего не получается Я не знаю, в этом кафе ни разу еще не было Мы сейчас зайдем, посмотрим, закажем что-нибудь Посмотрим, как внутри Ну, снаружи, да, такое здание новое, красивое, кирпичное выглядит Мне понравилось И такая вывеска, кафе у Арама Но мне все понравилось Как бы здание с виду выглядит вообще красиво Внутри, конечно, я не был Но главное, нам уж интерьер проверить Какой, подчеркнуть какую-нибудь деталь интерьера Посмотрим, какой там интерьер красивый, удобный или нет Друзья, здесь, кстати, у них бармен требуется Написано срочно бармен и номер стоит Ну, если кто хочет барменом сюда идти работать То идите, сейчас вам покажу Здесь написано, что требуется бармен и номер стоит Вот, если кому надо барменом, хочет устроиться То приходите кафе у Арама на первом участке Есть, можете устроиться Заходите, посмотрим, как там что внутри выглядит Ну да, стильно там, конечно, все выглядит Да, мне очень понравилось Здесь такие стулья высокие Все как будто бы как в Кавказской этой Все так красиво выглядит Стулья такие высокие Как в Кавказской кухне должно быть, так и есть Сейчас мы будем меню смотреть Посмотрим, здесь сколько, какие цены Предсредний чек на сайте был 200 рублей Сейчас посмотрим Пюре картофельное 200 грамм 200 грамм стоит 35 рублей Цена здесь вообще дешевая Шашлык из крылышек 4 штуки 160 рублей Сейчас посмотрим шашлык, если есть Шашлык из свинины 250 грамм Здесь 300 рублей есть Чалагач, я не знаю, что такое чалагач Вот, видать, из Кавказской кухни Отчет 330 рублей Салат крабовый даже есть 55 рублей Салат овощной есть 40 рублей Салат морковь корейский есть 40 рублей Цены здесь вообще дешевые, думаю Рыбные ассорти только здесь 45 рублей Дорогие, вот, холодные закуски Это дорогие получается Я хочу сказать, здесь стулья удобные Здесь все какие-то стулья такие Обычные, все деревянные Ну, как и кавказский стиль здесь идет Стены тоже такие красивые Бетонные такие вот Ну, с кафе здесь мне понравилось То, что внутри здесь все хорошо выглядит Армястойка тоже все хорошо выглядит Ну, не понравилось Здесь пол-меню, его просто нету Ну, у нас вообще в городе, по которому я кафе хожу Сказать, если честно, то ты какое-то меню выбираешь И его почти нет Ну, я думаю, что у меня неправильно так сделали Потому что надо, например, какую-нибудь одну кухню выбрать Например, бурятскую или европейскую Или кавказскую, все, чтобы Ты пришел, например, кафе называется там Кавказская кухня Да, ты пришел, у тебя есть кафе кавказской кухни Чтоб все, все меню было Ну, здесь, конечно, все, я думаю Пора из кавказской кухни Здесь не только один повар Вот это, ну, все равно Я выбрал на 417 рублей шашлык и свинины Салат овощной Кофе в турке Как-то интересно, кофе в турке называется И чай с лимоном Хлеб там, что-то Сейчас все попробуем, посмотрим Ну, есть плов, можно прийти по кушать 80 рублей где-то стоит Ну, дешево Ну, я думаю, если даже жители, кто здесь живет Вот на первом участке То они здесь туда не пойдут Они пойдут только в город Ну, чтобы там в городе, например, в кафе посидеть, отдохнуть Люди в город по городу погуляли Куда только в основном военные люди ходят Ну, вот, кто здесь в военной части слушать И быстренько чик-чик пришел, покушал Все Так нормально для военных Ну, полминута, что отсутствует Вот это, там, курица на гриле хотел заказать Тоже не было Ну, как бы, да, вот это печально Я не хотел уже привет передать Хотел передать привет своей подруге Знакомой Виолетта Березанец Виолетта, привет То все было Как надо Четко и хорошо Не грусти там Смотри мои видео И все, что было хорошо Лехе хочу передать Привет Сереге И Данику Я думаю, они меня узнают Увидят мои видео Респект вам большой Ну, кафе вообще здесь мне, если честно Оно не очень понравилось Потому что, ну, помню Отсутствует Сами понимаете, что ты приходишь в кафе Надо какое-то, чтобы меню было Да, там сделать какое-то, например, одно меню Цены, да, здесь Не такие уж и дешевые, я бы сказал Шашлык заказал Шашлыки здесь дорогие Салат овощной тоже заказал Ну, где-то 50 рублей Где-то салат овощной стоит Ну, это недорого Без выходных то, что работает Ну, то есть, лучше, если вы хотите сюда прийти В это кафе, надо вам сначала номер в интернете узнать Просто написать в яндексе кафе У Арама, там будет номер И, я думаю, просто позвонить Все, на заказ сделать Чтобы вы пришли Чтобы уже все было Потому что, если вы так с бухты-барахты Сюда придете Здесь полный меню Его просто не будет А так вам по телефону могут сказать Что там через сколько-то время оно будет Ну, вы, например, что-нибудь закажете Вас спросят вы, когда хотите прийти И это все будет Ну, не вариант, что вы придете И это все будет Вы можете прийти, например, там через Например, делаете заказ И придете там через 3 часа И можете еще потом ждать Все равно вам скажут Там ждите еще минут 20-30 Вот мне даже сказали 20 минут ждать Но это долго Ну, вообще, да Кафе, ну, выглядит оно Кафе хорошее Здесь, как бы, не душно На улице Вот сейчас Вообще жарко сегодня Здесь, кстати, солнца нету На первом участке У меня там на стеколке солнце есть А здесь нету почему-то Ну, здесь, как бы, если отдохнуть компанией Да, там прийти можно Потому что здесь не жарко То, что здесь потолки такие прям огромные Кафе выглядит Окна здесь таких Не сказать, что здесь сильно темно Вот нам принесли уже кофе в тур Получается Вот так выглядит кофе Вот такой маленький чашки Сейчас я покажу Кофе горячий Принесли И кофе Кофе, да, вкусный Наверное, чуть-чуть горячее Но это так и должно быть Потому что это кофе в турке Оно так и должно быть Кофе, в принципе, мне понравилось Кофе вообще нормально Вот Кофе, оно горькое, да Вот, если вы, когда я пьюсь И вы так и сбавливаете 417 рублей Мне еще шашлык должны принести Получается, вот такой вам соус дают Для шашлыка, я как понял Это для шашлыка, я как понял Чай с лимоном Чай вообще вкусный с лимоном Сразу его принесет Тебе, сразу вам сахар, все есть Ничего не надо там размешивать Добавлять Чай вообще офигенный, чай понравился Салат вот такой мне дали Овощный 50 рублей стоит Вот такая маленькая порция И вот я себе заказал кофе в турке 50 рублей стоит Чай, лимон Тоже, сколько, я не знаю, стоит Ну, рублей 30, может быть Может быть, тоже 50 Не знаю, хлеб Один кусочек показал Салат себе И все вот уже 417 рублей Так что по кофе хочу Дорого Ну, для военных Это, думаю, недорого Потому что, ну, для военных Это нормально Сейчас будем салат пробовать Посмотрим Ну, салат обычный Просто взяли помидор туда, нарезали холодный Огурцы, морковку Кром Не сказать, что сверху, естественно Обычно салат Порезали все Помидоры Помидоры порезали Получаются Ломтиками Большими Морковка тоже Капуста Все здесь Укроп Ну, салат обычно Ничего сказать прямой не могу Но он везде одинаков В принципе Сейчас будем кофе пробовать Прямо скажу Как кофе Так что выпим Друзья Кто смотрит Это видео За ваше здоровье Что все Были здоровы И счастливы Чтобы у всех Было много денег Чтобы Каждый Кто захочет Посетить Кафе Какое-нибудь То всегда Будет денег Это самое главное Друзья Я думаю Что у нас Кафе В Ламбе Неправильно Делал В связи с тем Что Зачем-то Делал И европейскую Кухню Сразу И бурянскую И кавказскую Здесь Три кухонь Я думаю Что это Зря Потому что Лучше Сделать Одну Кухню Чтобы В одной Кухне Работать Чтобы Все Медлит Присутствовало И Чтобы Все Было Чики-пуки А то Ты придешь Например Увидишь Такой Например Кавказец О, кавказская кухня Есть Надо сходить Туда Что-нибудь Заказать Сейчас Пойду Закажу Может быть У него Какое-то Любимое Блюдо Есть Он придет Туда Ебаться И он Разочаруется Не будет Женщик Бурянскую Кухню Заказать Или Европейскую Захочет Кавказскую Кухню Попробовать В связи С этим Друзья Неправильно Они сделали Надо Если Делать То Одну Кухню Е Одну Продвигать Пополностью Тогда Будет Думаю Больше Посетителей И люди Будут Реально Бегать Сюда Потому что Ну кому-то Если Кавказскую Кухню Делать То То Кавказская Кухня Потому что В Кавказской Кухне Тоже Есть Свои Блюда И Они Тоже Довольно Такие Вкусные И Европейская Тоже Есть Свои Плюс И Бурятская Тоже Много Плюс Так что Я И Европейскую Сразу Делают Потому что На каждой Кухне Нужен Свой Повар У Рязка Кухни Один Повар Во-первых Это Накладно Вроде Потому что Нужно Постоянно Брать Продукты И В Кавказской Кухне Тоже Должен Свой Повар Во-первых Три Повара Надо Один Повар Если Наперед Все Но Это Он Не Будет С Принесли Шашлык Сейчас Будем Пробовать Здесь Получается Четыре Мяса Идет Четыре Кусочка Раз Два Четыре Кусочек Идет И такой Лаваш По стилю Под Шашлык Так что Все Чикипуки Все Нормально Вот так Шашлык Сейчас Попробую Сейчас Я Салат Попробую Буду Пьяна Буду Водку Тестировать Еще Вот Такое Лук Уже Шашлык Что я хочу Сказать 300 Рублей Стоит Четыре Ну да 300 За свои Деньги Если За 300 Рублей Даже Придете Просто Один Шашлык Приедете Коэто Вам Хватит Сейчас Посмотрим Шашлык Какой У нас Пусть Да Шашлыком Пахнет Горячий Кстати Сразу Придет Тоже Вот Как Вы Дома Например На Мангале Делали Шашлыки Шашлык Шашлык Нормальный Шашлык Приходите Сюда Я думаю Нормальный Чего-то не придет Потому что если он Придет в городскую жизнь Идет в городскую жизнь Он сюда просто не приедет И может быть чипом Здесь обычно для военных Придет в городскую жизнь Даже здесь У них Придет в городскую жизнь На первом Часто Он тоже Дарит Пойдет Потому что Он захочется В город Ездить Там В кафе Посетить И погулять Шашлык Ну чё хочу Шашлык Действительно Нормальный Прожаренный С корочки Прожаренный Как будто На костре Его только И сделал Шашлык Мне понравился Так Нормальный Шашлык Шашлык В таком Соусе Сейчас Нормальный Макайте Шашлык И едите Так Тоблекайте Мне Мне Соусе Вообще Не понравилось Вкуссом Вообще Не понравилось Так Когда Соус Просто Без шашлыка Ешь Нормальный А когда Его Ножкам Не понравится Входимся На станции Дивизион Я Все На диске Здесь Вет Жил А потом Леско На стеколку Переехал Потому что На диске Живешь Когда Там Все Мрачно Как Я На диске Когда Жил Вообще Такой Неуверенный Себе Человек Ну а Потом Когда Я Начал Жить На стеколке Стал Снимать Видео И Как Уверенность Появилась Общительность Один Раз В больнице Отдыхал Когда Несли На свет Бело И Что-то Попсикол Напился Ну а Сами Знаете Попсикол Газа Там Много А я Попсикол Напился И Обед У нас Как раз Был В больнице Там Много Людей Вообще Столовая Сидела И Я Как Един Начал Как Попсикол Выпил Как На всю Столовую Рыгнул Со всей Силы Там Такая Отрыжка Была Вы Просто Не представляете Такая Отрыжка Была Так Все люди Как смеяться Начали Они Мне ничего Плохого Сказали Просто Все Ржали Тут Просто Смеялись У меня Вообще Все Повеселили Хочу сказать Кафе Нормальный Шашлык Мне очень Понравился Мне Мне Затошнило В первой Где-то Я в городе Был В кафе Там Поешь У тебя Какая-то Тяжесть Рожать Ну Тошнота Возникает Когда Это Переешь Здесь Я уже Почти Весь Шашлык Даем Рядом Дорого Но Шашлык Дорогой Здесь Катор Дешевый Шашлык За 150 Рублей Был Его Просто Не было Здесь Ну Полный Неправда Отсос 110 По кафе Вот так Оно Выглядит Со стороны То есть Для военных Людей Это даже Кафе Ландай Как говорится Кафе Луарама Потому что Почему Ну вот Например Придут Военные Люди Там Суток Да Там От Дежурят Придут Сюда Пиво Кстати Алкогольные Напитки Там Бродаются Ну так Только Мелкие Не такие Там Водки А какие-то Пиво Таких Баночках Маленьких В обычных Банках Да Для военных Да Для обычных Жителей Я думаю Что они Сюда Не пойдут Потому что Ну если Они захотят Кафе Посетить Они Поедут В город И Там Получается В кафе Посетят Отдохнут И что До кучи По городу Погуляют А здесь Для военных Думаю Людей Вот это Кафе Подходит Вообще Хорошо Кстати Здесь Много Военных Приходит Потому что Ну военный Человек Придет Сюда Отдохнет Даже Женщина Своей Пригласит Ее Сюда Думаю Будет Нормально Сейчас Нам надо Дорогу Перейти Что я хочу Сказать Шашлык Мне понравился Вообще Нормальный Шашлык Получился Ну Мне только Знаете Что Не понравилось Потому что Там Я уже Конечно Говорил Поэтому Получается Там Кавказская Европейская Кухня Еще Какая-то Идет Ну Например Вы Захотите Прийти сюда Кавказскую Кухню Отведать Почти Даже Ну там Может Одно Блюдо Какое-нибудь Будет Например Кавказец Заходит Сюда Прийти Блюдо Кавказское Придет И бац Его Нету Человек Приходит Европейскую Кухню Попробовать И бац Его Ну если даже Вы позвоните Делаете Заказ Вы Сюда Придете Ну то есть В УАМД У нас Везде Так Вы приходите Например Какое-нибудь Меню Отведать И пол Меню Бац И нету То есть Вот это Неправильно Они сделали То есть Надо Получается Какую-то Одну Кухню Продвигать Там Бурятскую Или Европейскую Или Кавказскую Они берут Сразу За все Берутся Короче Ты Приходишь И такой Я тоже Я почему-то Сейчас кафе Сами знаете Дорогие Все деньги Все дорогое Короче Ну шашлык Мне понравился Вкусный Он только Видно Я его попробовал Он был горячий Ну то есть То есть Им надо Лучше кафешкам Вообще Всем В Улан-Удэ Браться Только за Одно Меню Какую-нибудь Бурятскую Кухню Или Европейскую Или Кавказскую Они берут Сразу Все И Получается Я понимаю Там бы Несколько Было Этих Как У Поваров Там Кавказская Кухня Один повар Бурятская Кухня Один повар А они берут Одного повара Ставят На все Кухни И у них Такая Бывает Кухня Ты приходишь Куда-нибудь В кафе Хочешь Бурятскую Кухню Даже Ответ А она Бац И невкусная Получается И ты думаешь Блин Да я Дома Лучше Какой-нибудь Например Человек Придет Бурятскую Кухню Заходит Ответ Попроб Скажет Да блин Я думаю То лучше Блюдо Это делал Даже Те же Козы И как бы Он Разочаруется Или придет И переходит Какой-нибудь Кавказской Кухни Там Европейской Попробует Да там Везде В европейскую Кухню Салат Цезарь Пихают Зачем-то Я думаю Что надо Это Как Что-нибудь Новое Из европейской Кухни То есть Я думаю Что надо Одну кухню Бурятскую Или европейскую Или кавказскую Продвигать Они сразу Берутся За все Это Во-первых Накладные В продукты Брать Постоянно Да там Дорого И это Какой Не знаю Почему так сделали Потому что Я во многих Кафе был И там Пол меню Отсутствует Ну вот Это неправильно Вот это Я не люблю Как бы Вот это Да Я думаю Многие Сомы соглашатся Что Лишь Надо Одну кухню А не Брат Сажу За все Количество Лучше Качественно Брать Качественно Это Одну кухню Делать Качественно А не Брать Сразу За все Количество Может Не Удастся Что Я хочу Друзья Сказать Они берутся Сразу За все Кухни И это Делают Неправильно Потому что Вот я Например Курицу На гриле Хотел Заказать Себе Ее Просто Не То есть Каждое Второе Миню Оно Просто Отсутствует Мне Это Кафе Не Понравилось Да По Интерьеру Оно Красиво Ты Заход Там Все Деревянное Там Недушное Нежаркое Там Все Мне Понравилось Кафе Оно Хорошее И С виду Выглядит Оно Тоже Красиво И Там Интерьер Все Там Красиво Но Вот Что Что Меню Они Берутся Сразу За Как За Все Берутся И За Европейскую Кухню И Вкусный Был Может Быть Там Все Меню Остальное Тоже Вкусное Которое Присутствует Но Каждое Второе Блюдо Просто Нет Из-за Этого Мне Кафе Вообще Я Не Рекомендуем Вы Придете Туда Прочитаете Что Там Кавказская Кухня Придете А Там Просто Блюд Не Будет То Они Не Зачем Это Сделали Лучше Сделали Так Так Кухни Которые Такие Есть Блюда В Налич Из-за Этого Мне Не Понравилось В каждое Второе Блюдо Просто Отсутствует